Пауэрбанк, тактический нож, ну и естественно, без божьей помощи нам никуда. А еще новейший тепловизионный прицел к автомату, миноискатель, труба разведчика, москсети и множество полезных мелочей. В рюкзаках военкоров то, что нужно бойцам по их запросам. Опирались и на собственный опыт. Фонарики, например, закупили маломощные, так как враги выслеживают по яркому свету. 2200 таких рюкзаков отправляют на линию фронта, а вместе с ними 200 новых квадроциклов. Очень легкая в управлении машина, то есть я вот уверен, что любой солдат на передовой может также сесть и сразу поехать в бой. И здесь можно и ребят вывозить, и раненых вывозить, и на передовую добираться. А еще его можно модернизировать, чтобы стрелять. Часть квадроциклов российского производства. И на тест-драйве они иностранные модели обходят. Он очень классный, вообще удивился, что у него коробка автомат, то есть в принципе ничего думать не нужно. Просто едешь и едешь, он мощный, он полноприводный. То есть он проедет везде, где угодно. Первыми пытаются обуздать агрегат военкоры, но не для развлечения. Только чтобы отчитаться перед читателями и зрителями об итогах масштабного специального сбора. Годовщине проекта Народного фронта все для победы. Благодаря вам вот эти вот агрегаты могут спасать жизни наших бойцов. Люди, которые скидываются, они хотят знать, куда пошли их деньги, на что. То есть видеть результат. То есть если привезли, разгрузили в столовой зоне, и что, помахали ручкой, и что дальше. А мы именно, все военкоры, мои коллеги здесь, мы именно привозим и вручаем. Потом снимаем репортажи, показываем, как используются эти квадрокоптеры, теплики. Проект «Все для победы» зародился усилиями Народного фронта и военкоров. Они начали собирать помощь конкретным подразделениям. Ведь на передовой первыми узнавали, что именно нужно бойцам. За год всей страной собрали почти 7,5 миллиардов рублей. Бабушка Антонина, которая каждый месяц приходит, у нее совсем сложно с деньгами, она каждый месяц приходит и приносит в штаб «Все для победы», варежки, которые она вяжет. Или девочка Соня из Брянской области, ей 7 лет, сколько я помню, которая пришла вместе с дедушкой и принесла свою копилку. На передовой тоже важны квадрокоптеры, но, может быть, гораздо важнее вот это ощущение тепла человеческой души, понимание, что миллионы граждан России вместе с ними. Подобные сборы дали возможность внести свой вклад в победу всем. Были и переводы семью нулями, но чаще это небольшие суммы от простых жителей страны. И с каждым днем жертвователей все больше, в том числе благодаря анонсам военкоров. Помогают они и в пополнении рядов бойцов. Александр Коц вспоминает. Раньше фраза «попасть в армию по объявлению» имела негативный оттенок. Теперь новые бойцы об этом с гордостью вспоминают. Сам военкор давал подобные призывы от знакомых. Он говорит, можешь себе в телеграмме дать объявление, что мы набираем таких-то специалистов. Я дал объявление, коллеги военкоры перебостили. Несколько раз давали это объявление и по объявлениям собрали добровольцев в этот дивизион. Ну и, собственно, потом объявили на него сборы, параллельно объявили на него сборы, полностью его экипировали. А еще военкоры запускают собственные проекты помощи СВО. Идею Ирины Куксенковой по адаптации военных, получивших увечья, например, на днях поддержал президент. По сути, в каждом регионе есть параллельпийская база. И каждый регион может себе позволить делать то же самое. Мы открыты, мы можем помочь, рассказать, как это работает. Теперь военкоры с Народным фронтом продвигают и народных разработчиков. Их творение сегодня показали гостям. Лучшие технические идеи получат поддержку. Здесь можно посмотреть изделия, которые наши российские кулибины привезли сегодня сюда. И там много очень полезных вещей по всякие ездящие, ползающие и прочие механизмы, назовем их так, которые могут помогать нашим ребятам в боевой работе. Ну а пока новые направления в планах. Результат спецсбора отправляется в 50 военных подразделений и совсем скоро окажется на передовой. Юлия Карасюк, Юрий Лешко, Первый Ростовский.